ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, давайте теперь разбираться, как его правильно играть. И, кстати, опять же, многие думают, что это риф какой-то простенький, типа, что там, тапки открыл и поиграл. На самом деле, опять же, я открыл вот сейчас первые 5 киверов на Ютьюбе, посмотрел, и там везде крах. То есть, причем это фанера, то есть это именно не живая какая-то там плейтрушная игра на стриме, а это именно фанера. И даже фанера вся косая. То есть все скрипит, шуршит, нестроевич и так далее, и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь давайте уже разбираться шаг за шагом, как все сделать здесь в этом рифе правильно, чтобы не опозориться. Так вот, сначала мы ставим, получается, указательный палец на втором ладу на 5 струн. Большой закидываем сверху, чтобы у нас была опора на гриф. Здесь пока все прикрываем, спокойно открываем громкость, чтобы не шуршать, не трогать, не срать. Значит, все прикрыли. Теперь мы делаем удар в гитару. Напомню, что куча людей играет просто, в принципе, не в ту сторону, поэтому все не строят, приходится не достраивать, мучиться и так далее. Если мы делаем все правильно, то у нас все будет строить. Дубасим в гитару, чтобы у нас первая квинта прям сразу куснула нормально. И, естественно, вдоль. Но тайминг это отдельный разговор, сейчас пока разбираемся именно с техникой. Так вот, получается, куснули первой квинтой. Теперь мы играем шестую открытую, и здесь такой трюк. То есть нужно не сразу руку сюда бросать, чтобы все не зафонило здесь, а сыграли, днем шестую, и если мы аккуратно поднимем здесь палец, то срача не будет. То есть многие спрашивают, типа, как еще перекинуть руку, чтобы не обосраться? Так вот, смотрите, если мы всегда вот так вот здесь поднимаем палец, аккуратно, беззвучно, то срач не полезет. Поэтому играем. Теперь мы собираем вот такую вот конструкцию упакованную, то есть ставим с краю мизинец, подпираем его безымянным пальцем, и вся эта конструкция делает резкий слайд в седьмой лад. То есть без скрипов, без возни, без чавками, а уверенный прям мощный так въезд в седьмой лад. Получается вот таким образом. Теперь следующий шаг. После этого слайда мы играем шестой лад на шестой струне, и делаем это средним пальцем, естественно, тоже мощно, уверенно, и синхронно, чтобы у нас получилось не так. Не возня, с всякими фаршлагами ненужными, а именно нормальный резкий удар. Естественно, указательно все глушим. Теперь мы аккуратно снизу отсюда вытаскиваем указатель, и делаем буквально два качка, то есть медленно получается. Указательно, естественно, все приглушает, то есть немножко его заворачиваем на бак, для того, чтобы было проще приглушить, то есть ставим его не так вот, как опять же новички, вот с такой дыркой, чтобы все там, естественно, фонило вот так вот, и какие-то непонятно дерганные вибрато, а вибрато делаем спокойно, и, естественно, делаем его вот таким вот образом, то есть за счет вот этой опоры на гриф. На тему вибрато есть отдельный урок, поэтому смотрите, там все это было показано. После этого вибрато мы сыграли, играем по шестой струне, здесь мы делаем суперудар. Что такое суперудар? Опять же, есть отдельное видео на канале, которое рассказывает про смены позиций чистой. То есть там можете посмотреть, получается, мы сделали этот удар, и здесь все закрыли под до первой струны, и тем самым можно спокойно перемещаться сюда и брать снова эту квинту. То есть... Вот он кусок. Его можно закольцовывать по кругу до посинения, медленно, спокойно, не дергаясь, а именно, чтобы получилось все убойно, четко и, самое главное, подконтрольно. Ну и теперь нам остается концовка. Сначала играем все три прохода. Здесь мы прилетаем на квинту соль через суперудар. Опять же, квинту берем резко, мощно, уверенно. Не как вы брали там Кири Кинги, Синистер Гейтси, Джейк Питси, Хэммит и так далее. А берем ее именно так, чтобы она прям куснула. И после этого доигрываем. Вот такой вот квинтовый проход сыграем медленно. Ничего здесь скрипеть не должно. Ну, то есть не должно быть чавканье, возни. Напомню, что для смены позиции, для резкой, мы большой палец ставим в одно место и играем вот таким вот образом. То есть не всей рукой вот так пытаемся мочалить, а именно вот так вот. Ну и после этого, опять же, вылетаем на начальную квинту. Тоже, чтобы она была резкая, мощная и кусачая. Все, пожалуйста. Вся информация у вас есть. Для того, чтобы сделать трифт нормальный, не позориться, как вот эти вот товарищи, которые там занимают весь топ каверов на Ютубе. На студийке сыграло весьма неплохо. Ну, потому что, опять же, напомню, что Хэммета, по камере, до 96-го года, никто на запись ритм-гитары не пускал. А Хэтфилд, он дубасить умеет. Мы это уже в умеет ли разбирали. Ну, все, в общем, отрабатывайте, развивайте уши. Хотя помните, что, опять же, когда у вас нормальный разный слух, то многие вещи вы слышите тяжело, потому что вы увидите то, что более чем 90% гитаристов играет нормально, к сожалению, не умеет. Про попадание в барабан, я вообще молчу, это тоже отдельный разговор. Сегодня мы обсуждали все-таки именно больше технику. Все. Как обычно, здесь была только правда багряной гитаре, поэтому подписывайтесь на первый гитарный. До скорой встречи. Ну, и как бы идем потихонечку к следующей кнопке. Все. Всем спасибо за поддержку. Пока. Пока.